всем привет на канале удачман сегодня мы с вами продолжим тему начатую мной в одном из моих вечерних видео выпусков более подробно о том иранце которого застрелила полиция о демонстрациях про палестинцев совместных с игиловцами о тунисцах и украинских беженцах вступившихся за честь русских женщин здесь в германии и берлине итак первое я упоминал о том что на прошлых выходных около нюрнберг в одном из пригородов на привокзальной площади один иранец 34 лет возраста вдруг начал нападать на людей на привокзальной площади пугал их толкал обзывал оскорблял тут он увидел что стоит рядом полицейская машина подбежал к этой полицейской машине начал бить ногами по дверям естественно сотрудники полиции вышли попытались его угомонить попытались его успокоить он начал на них набрасываться когда он достал из-за спины нож и начал размахивать они применили в первую очередь газовый баллон но на него газовый баллон не подействовал это уже первый пункт о том что человек был или под действием каких-то наркотиков обкуренный или какой-то умалишенный потому что на любого нормального человека газовый баллон действует естественно соответствующим образом полицейская сделала предупредительный выстрел в воздух и потребовала чтобы он сложил свое оружие он решил наброситься на нее и тут последовали выстрелы как говорится огонь на поражение его убили на месте приехала скорая помощь приехали полицейские начали разбираться одно другое третье сейчас эти полицейские отстранены от работы будут ли они допущены дальше к выполнению своих обязанностей пока не ясно потому что идет уголовное дело с одной стороны вроде бы это рутина которая всегда заводится по таким вот делам по применению огнестрельного оружия во время несения дежурства или на службе но так как тут был убит человек то прокуроры исследователи пытаются выяснить на каком основании что побудило его к нападению на полицейских или на простых людей откуда у него был нож и так далее очень много вопросов остается неясных и самый главный вопрос это в том что если полицейские защищали или жизнь людей простых прохожих или свою собственную то почему они не имеют права применить оружие против того человека который пытается их убить пытается их уничтожить горький пример тому 31 мая этого года в манхайме когда вот этот вот афганский исламист убил полицейского и ранил еще 6 человек или 5 человек ранил кстати его уже вывели из коматозного состояния он более-менее стабильное состояние но его перевели в тюрьму и вот сейчас с ним уже начали работать следователи кто откуда зачем и так далее так далее ну предположим кто он и откуда мы знаем но что его побудило и кто его заставил совершить такой поступок следователи будут выяснять поэтому с этим вот иранцам у которого не было статуса беженца он был просто терпимым здесь в стране терпимый получал пособие ходил выпендривался ходил жрал наркотики кололся и нападал на людей издевался очень хочется верить что все-таки полицейских оправдают потому что они действуют согласно букве закона согласно своих инструкций ни грамм ни миллиметра в сторону как говорится ладно от этого вот иранцы перейдем к берлину два случая в берлине тоже там вот это сейчас стало модно вот эти пропалестинские демонстрации среди которых вот демонстрантов стюхиваются эти с игиловскими флагами бегают кричат так далее но чего не отнять у стада баранов так это стадного инстинкта последних выходных в берлине собралась на такую пропалестинскую демонстрацию примерно 450 500 человек полиция естественно охраняла их от других людей чтобы те не забросали их не камнями не разбили физиономии скажем так мягко дважды была эта демонстрация остановлена сотрудниками полиции первый раз когда эти демонстранты начали кричать свои лозунги что создать палестину от реки и до моря то есть подразумевается уничтожить государство израиль и создать там палестину поступило сотрудников полиции первое предупреждение и сказали что если и они будут выкрикивать эти лозунги демонстрацию разгонят чертям собачьим второй раз остановили демонстрацию когда те уже начали явно кричать особенные игиловцы требовать чтоб создали государство халифат и уничтожили агрессора находящегося на ближнем востоке зачинщиков вот этих вот возгласов криков и так далее тут же убрали в полицейские машины увезли и буквально через какое-то короткое время там 15-20 минут демонстрация вся сошла на нет и это как в песне высоцкого про канадчиков удачу слишком буйных было мало вот и нету лыжаков то есть когда буйных убрали вот эти вот позатыкали себе язык между двух булок и разошлись тихо тихо мирно по своим халупам по своим общежитиям по своим домам где кто из них живет естественно предварительно попрятав свои игиловские и палестинские флаги далее остаемся в берлине я вскользь упомянул о том что на одной из станций берлинского метро 19-летний насильник с разбитой бутылкой в руке начал переставать к двум женщинам к двум русским женщинам с целью не рукоблудия выплеска своего гормона в другое тело естественно женщины начали от него отбиваться начали кричать звать на помощь он стал распускать руки и кстати на помощь вот этим вот русским женщинам кинулись два украинца или они находятся здесь на реабилитации после вот этих вот полученных ранений или это беженцы или просто скажем туристы не знаю два украинца они заломали этого насильника причем они получили от него рваные раны от этой разбитой бутылки себе на руках приехала полиция приехала скорая помощь насильника естественно уволокли и оказалось что он давным-давно известен полиции как смутьян как преступник с ним будут разговаривать в полиции дальше что последует из его нападения на женщин с попыткой изнасилования пока неизвестно но что самое странное против вот этих двух парней украинцев почему-то завели уголовное дело за то что они навесли тяжкие телесные повреждения вот этому идиоту насильнику то есть получается что с их стороны они должны были просто стоять и смотреть как он пытается изнасиловать прилюдно вот этих вот женщин одну из них хотя бы они поступили как нормальные люди они поступили как правильные мужчины которые должны стоять на защите своих близких родных и окружающих честь им и хвала и заметьте в этом нет никакого разжигания межнациональной розни потому что украинцы заступились за русских в Берлине кто-то еще скажет что я разжигаю межнациональную рознь идем далее я не буду сейчас называть название города потому что это такое происходит практически в каждом крупном городе в Германии семеро тунисцев младшему из них было 15 лет старшему 23 под вечер на выходных под вечер заметили что идет девушка одна по дороге они решили над ней надругаться ей 21 год они всемиром набросились на нее начали ее избивать начали срывать с нее одежду и тянуть ее в кусты дабы исполнить свой вот этот вот животный инстинкт который в них взыграл она естественно стала от них отбиваться начала кричать звать на помощь совсем недалеко был ее знакомый с которым она перед этим распрощалась он пошел домой он вернулся увидел что на нее совершено нападение он позвал своего друга бросился спасать эту девушку вдруг увидев то что происходит там вызвал полицию и бросился помогать своему товарищу в конечном итоге приехала полиция пятерых вот этих вот тунисцев уродов связали увезли против этих двух парней которые избили тунисов завели уголовное дело страна идиотов слушайте страна идиотов полицейские защищают людей убивают преступника который набрасывался с ножом на полицейских убивают его против них заводят уголовное дело люди защищают женщин на которых совершается нападение с целью изнасилования на этих людей заводится уголовное дело два парня отметили извините отмудохали уродов которые хотели изнасиловать в пятером в семером одну девушку на них заводится уголовное дело дебилы что ли господа политики простите вот у меня просто вырывается вот такое я не могу по другому сказать у нас законы в стране настолько такие лихорадочные что просто диву даешься вот это от этого идиотизма который царит вокруг нас то есть вот эти вот два парня которые отметили вот этих тунисов и сдали их в полицию они же оказались виноваты в том что они не успокоили их не провели с ними психологическую беседу так что ли получается какая нафиг беседа о чем с ними разговаривать о чем с этими животными разговаривать их нужно ладно их просто нужно как там мне кто-то сказал тут появился один троляка якобы блин пригрозил мне пригрозил мне заявлением в спецполицию в полицию нравов наверное но это для гомосеков и лесбиянок я так и не отношусь вот пусть у него там наверное связь все таки связи вот его троляки поэтому он решил мне пригрозить что он заявит на меня в спецполицию за разжигание межнациональной розни и т.д. и т.д. там один комментатор ему очень хороший написал комментарий ты че если ты патриот че ж ты не на фронте а если ты не на фронте а сочувствующий сочувствуй молча ибо как он сказал ибо по делам вашим будут судить вас ну троляка этот наверное ни хрена не понял но бог ему судья этому троляке хотел показать что он герой так если ты герой то что ж ты прячешься за пустой аватаркой за голым каналом покажи свою физиономию хотя бы хоть раз ты герой блин вы знаете сказать честно вот в этом видео вот именно в этом видео если кто-то найдет разжигание межнациональной розни или расизм или еще что-то он сразу отправится в вечный бан потому что если на улице пятеро каких-то баранов вот заметьте когда они ходят по одиночке они тихие шелковые спокойные но когда их как минимум три человека они уже герои два дебила это сила да есть такая поговорка они уже герои вот они готовы на кого-то напасть они готовы кого-то изнасиловать кого-то избить кого-то ограбить а когда они в одиночке пожалуйста я беженец дайте мне пожалуйста хотя бы хоть что-нибудь хоть крышу над головой хоть 150 евро в месяц я буду рад я буду счастлив я буду вам благодарен им все это дают они начинают вести себя как гадские вонючие уроды блин разве для этого их сюда приглашали разве для этого им разрешали сюда въезжать мне кто-то сказал вот почему немецкие полицейские отправили эту афганскую семью которую поляки пихнули сюда в германию обратно а почему они не должны были отправлять эту афганскую семью обратно туда в польшу там статус беженца в польше а не в германии пусть они там и сидят пусть они там учатся работать учат польский язык изучают профессии пусть там доказывают что они оправдывают статус беженца полученный в Польше что им делать в германии что делать в германии вот этим вот иранцам которые не имеют никакого статуса просто терпимы галочка такая в бумагах терпимый, афганцам вот этим вот радикальным исламистам, которые при виде нательного крестика у человека приходят в дикое иступление и этот крестик действует на них, как красная тряпка на быкане, готовы наброситься на человека, убить его, уничтожить что делают здесь эти тунисцы вот эти вот молодые прибежавшие сюда, тунисцы не хотят у себя там работать, хотят здесь сидеть безработными, поэтому совершают различные вот такие вот преступления уголовные, чтобы попасть в тюрьму лет на 5, на 6 чтобы спокойно сидеть чтобы тебя кормили, поили, у тебя была крыша над головой, фиг с ним поработать для них же в тюрьме посидеть то же самое, как у них в гостинице, в люксусном номере, я уже показывал вам как-то вот эти вот фотографии гостиничных тюремных клеток здесь в Германии так вот эмоционально, но просто знаете, наверное придется заводить новый плейлист и называть его криминальной охранникой в Германии потому что, ну, к политике вот, да, политика, конечно, это грязная штука политика, миграционная политика у нас в Германии вообще ведется из рук вон плохо будем надеяться на то, что в следующем году на выборах Бундестаг население страны все-таки большинством голосов изберет действительно достойных людей в правительство а не вот это вот скажем так непотребство которое мы имеем сегодня и самое последнее наш министр здравоохранения Карл Лаутербах просто счастлив от того, что наконец-то его закон о легализации марихуаны блин принят на ура ну, кем на ура? наркоманами, естественно они его сейчас боготворят этого Карла Лаутербаха они его превозносят но как только был принят этот закон на следующий день в Баварии вышла целая книга запретов по этому закону там нельзя тут нельзя столько нельзя здесь нельзя там штраф там штраф там тюремное заключение ну, вот и получается что Бавария это пока что единственная земля в Германии правительство которой все еще дружит с головой не забудьте подписаться на канал поделиться видео с друзьями ставить лайк свой адекватный комментарий ну и конечно же уважайте мнение других высказывая свою точку зрения старайтесь не оскорблять старайтесь не попадать в бан не попадать в спам и всем удачи пока не предупреждая высказывает это она Genius надеем высказывает слава